Приветствую вам друзья на канале Даниила и Ларисы. Сегодняшнее видео посвящено вину. Будем готовить красное вино из вот такого вот винограда изобельный сорт северный сорт северного винограда хорошо растет в центральной украине хорошо вызревает уже вызрел сладенький сахаристости мы чуть попозже приготовить красное вино нам надо его готовить соответственно по красной схеме то есть на мизге то есть процесс приготовления состоит из нескольких витал этапов первое нам надо виноград передавить отделить вот эти вот гребешки их нельзя оставлять в сусле потому что они дают горечь потом будущему вину поставить на первичное брожение через какое-то время снять мезгу из нее потом можно будет сделать чаще я чуть позже расскажу как оставить вино на вторичное брожение сбродить и разлить потом либо по бутылкам либо в бочке поставить на карбонизацию давайте разберем что нам для этого понадобится конечно виноград можно вручную очищать вот эти вот ягодки от гребней потом вручную также либо с помощью каких-то механических средств давить сок ну и собственно говоря потом дальше по схеме вручную мне делать не нравится поэтому я вам представлю такой вот лайфхак строительный миксер для замешивания сухих сыпучих смесей купли купим куплен в обычном строительном магазине и с помощью болгарки а вот эти вот кромки заточил обратите внимание есть миксер миксеры там где вот эти вот штуки из проволоки круглой сделаны а есть там где из металлической полосы их можно заточить этот миксер надетый на обычную дрель вставлены в обычную дрель выполняет две функции он дробит виноград измельчает его мы получаем сок с мезгой и вторая функция он работает гребнеотделителем я сейчас вам покажу как это работает когда мы будем измельчать этот винограде нам понадобится бродильная емкость я использую вот такие вот пищевые пластиковые емкости с гидрозатвором типа солдатик и хочу вас предостеречь если вы хотите сделать хорошее вино действительно вкусная они предмет похожий на вино откажитесь от банок откажитесь от перчаток и откажитесь знаете есть такие гидрозатворы капроновая крышка надевается на трехлитровую банку и в ней типа стаканчик с гидрозатвором вот эту вот штуку все лучше выкинуть и никогда о ней не вспоминать по той причине что бы перчатка это вообще как бы очень крайняя мера вот этот гидрозатвор если вы все-таки им пользуетесь есть один нюанс обязательно это капроновая крышка она не плотная и когда вели вино переходит в тихую фазу брожения то есть не сильно большое выделение углекислоты эта крышка вовнутрь пропускает воздух мало того вы сможете смотрите за счет того что она не плотная плотных их не бывает я перепробовал и я и мой брат сотню штук как минимум вы смотрите из гидрозатвора ничего не булькает и у вас создается впечатление что процесс брожения закончен а на самом деле углекислота выходит через ну просто из-под крышки уж если вы пользуетесь этой крышкой и банками там трехлитровыми или 10 лили литровыми берите пищевой силиконовый герметик и полностью обазывайте эту крышку по кругу иначе вино скиснет почему вообще помимо того что на нем вырастают дикие дрожжи на нем находится еще огромное количество бактерий но дрожжи и бактерии живут разных в разных средах винные дрожжи дрожжи которые выросли на винограде они анаэробные то есть они живут без присутствия кислорода и мне нужен кислород для того чтобы размножаться и продолжать свою жизнедеятельность все остальные бактерии в том числе уксусно кислые бактерии бактерии молочнокислые бактерии гнилостные бактерии которые также присутствуют на винограде ну гнилостные мы можем увидеть где-то какие-то погнившие плоды это дело рук гнилостных бактерий все эти бактерии они исключительно аэробные то есть без воздуха они существовать не могут когда мы помещаем наше сусло в емкость запускаем брожение закрываем емкость герметично крышкой ставим гидрозатвор сусло у нас две трети и над этим суслом через какое-то время углекислота выделяемая при брожении дрожжами вытесняет весь воздух соответственно у всех бактерий прочих за исключением дрожжей нету доступа воздуха и они потихонечку себе начинает гибнуть чем больше подымается спиртуозность сусла чем чем больше дрожжей вырабатывает спирт тем меньше у этих всех бактерий есть возможности начать развиваться поэтому в любом случае в процессе брожения контакт нашего сусла с кислородом должен быть минимальный когда люди говорят что вот первые три-четыре дня бродит вино там открытое чтобы забродили дикие дрожжи я всегда на это отвечаю да дикие дрожжи вот мы сейчас плавно перешли к тому почему я не люблю использовать дикие дрожжи диким дрожжам надо контакт с кислородом для того чтобы они начали развиваться но эти три четыре дня в разы вырастают шансы того что разовьется также большая колония всяких сторонних бактерий и вино попросту либо заплесневеет либо скиснет помимо этого бактерии будут попадать еще с воздуха ведь вы его накроете марлей а это марля препятствует только мошкам винным а всем остальным бактериям она совершенно никакого барьера не составляет так вот именно по этой причине я перехожу к следующей части того что я хотел вам рассказать прежде чем мы начнем перерабатывать виноград именно по этой причине я предпочитаю винные дрожжи причем винные дрожжи хорошие сейчас расскажу об этих а как бы почему винные дрожжи потому что мы сделали сусло сделали виноградную вот эту вот кашицу из ядок не из ягодок внесли туда дрожжи закрыли под гидрозатвор дрожжи начинают быстро работать никакого контакта сусло с кислородом соответственно сведены практически к нулю возможности скисание сусло заражение сусло ну естественно емкости должны быть чистые то есть они должны быть хорошо вымыты высушены должны быть чистые желательно даже их простерилизовать каким-нибудь стерилизующим раствором я в данном случае буду использовать пера сульфат смотрите вот есть еще такие ведра это 10 литровое ведро но вообще очень удобно она тоже из пищевого пластика подается она в украине продается таких строительных супермаркет супермаркетах как эпицентр и леруа мерлен сюда тоже врезается гидрозатвор если у вас маленький объем сусло вот мой брат допустим возится с 10 литровыми зелеными бутылями это ужас с этими крышками у него просто от такое же 10 литровое ведро если бутыль у нас в украине стоит 300 гривен то это ведро стоит там 45 гривен по-моему и гидрозатвор стоит 45 гривен то есть все вместе 100 она закрывается герметично выезжаете же использовал белорусские винные дрожжи с нормам с нормой внесения 10 грамм на 10 литров сусло то есть норма внесения очень большая штамм дрожжей достаточно слабый соответственно мы вносим много дрожжей и получаем на выходе легкий дрожжевой аромат прошлом году я открыл для себя винные дрожжи канадского концерта laliment у этих дрожжей норма внесения ровно в 10 раз меньше то есть тут норма внесения не в 10 в 5 ладно тут норма внесения полтора два грамма на 10 литров то есть очень низкая до дрожжи очень высокоактивные очень классного качества стоит эта упаковка рассчитана также на 150 литров и стоит она также как белорусские дрожжи даже сейчас уже дешевле такая упаковочка в украине стоит 95 гривен приобрести их можно в интернет-магазине ферменты комью а также интернет-магазин отправляет ну любую продукцию отправляет не только по украине а по странам снг помимо этого кстати могу рекомендовать этот магазин людям любителям зерновых брак то есть интернет-магазине ферменты комью а очень большой выбор ферментов вот у меня даже есть могу показать ферменты для холодного осахаривания крахмала содержащего сырья альфа-амилаза и глюкоамилаза очень толковые вещи то есть любое сахаросодержащие сырье кукурузу пшено даже крахмал ячмень абсолютно любую крупу они осахаривают именно при холодном осахаривание то есть вам не надо ничего варить вы просто по определенной схеме в сусло добавляете ферменты и получаете готовый готовое сусло для сбраживания и для приготовления таких напитков как виски как бурбон ну в общем как кстати пшеничная водка и так далее и тому подобное поэтому ссылку на интернет-магазин и на эти дрожжи я оставлю в описании практической части крайне рекомендую вам одевать резиновые перчатки потому что виноград очень сильно краситься также при таком методе измельчения будут лететь брызги в любом случае так или иначе брызги будет лететь поэтому первое одевайте одежду которую не жалко и второе делайте это в таком помещении чтобы если вы на белоснежной кухне белоснежную кухню вернее забрызгаете виноградным соком ваша жена явно не порадуется вот можно уже до сумочения и вот я говорил что эта штука работает гребнеотделителем чем больше будем мы будем выдавливать винограда чем больше он будет превращаться в кашеобразную массу тем больше грибней будет собираться на этом миксере сейчас я покажу когда сусло превращается уже сок в кашу собираем с этой штуки гребни которые сюда забиваются опять собираем гребни и так за несколько раз пока мы полностью передробим весь виноград мы все гребни из результате получили две емкости по 20 литров сусло я сразу же накрываю крышечками чтобы мошка туда не летела и вот гребни которые я оттуда извлек две порции по весу с помощью ювелирных весов нужного количества дрожжей использую по полтора грамма на 10 литров 3 грамма одна порция и сейчас крышечки разные по-разному весят 3 грамма вторая порция теперь друзья дрожжи перед тем как носить сусло так как сусло очень густое следует гидро и гидротировать я взял кипяченую воду остудил ее до температуры 35 градусов разливаю емкости в емкости и на поверхность емкости высыпаю дрожжи оставляю их на 15 минут чтобы туда не летела никакая зараза накрываю крышечками и пока дрожжи регидратируется регидратируется для того чтобы получить прогноз будущего алкоголя в вине замеры замеряю сахаристость сусло буду замерять с помощью оптического рефрактомера полезная штука продается на алиэкспресс сахаристость отличная получилось почти 19 по 18 процентов даже как-то верится с трудом а ну-ка еще один за него и на всякий случай делаю забор из 2 емкости сусло очень густое практически как варенье но вот ориометр в данном случае не покажет адекватного результата а именно оптический рефрактомер так тут 17 процентов но где-то ориентировочно 17-18 процентов но соответственно при сбраживании сусло с сахаристостью 18 процентов мы получим ориентировочно 9 10 процентов алкоголя считаю очень неплохой результат но вообще для сухого вина это по моему даже чересчур кстати толерантность к алкоголю у этих дрожжей до 16 процентов алкоголя очень высокая толерантность к алкоголю можно в принципе и фруктовые браги сбраживать и дрожжи существует трех типов для красных вин для белых вин и для игристых вин прикол дрожжей для игристых вин в том что они очень живущие и хорошо активизируется при вторичном брожении то есть когда вам надо вино готовая поставить на карбонизацию вы просто добавляете праймер в виде глюкозы или сахарозы или декстрозы можно даже мед использовать но мед все-таки лучше для фруктовых а не для виноградных вин и у вас получается газированное вино вот поэтому как бы я кстати сделал шампанское но чуть позже будет дегустация этого вина после того как он выбора она вы бродит это в отдельном видео я боль в этом видео более детально расскажу как сделать шампанское и в отдельном видео когда мы будем делать дегустация этого вина я покажу шампанское которое с прошлого года у меня стоит к этому новому году приготовлено с помощью именно вот этих вот дрожжей очень рогидратировались болин что-то я сегодня включил режим рукожопа и можем носить их сусло для этого перемешиваем и выливаем сусло второй раз режим рукожопа был отключен теперь сусло следует хорошенько перемешать чтобы дрожжи распределились по всему его его объему обратите внимание я все время закрываю сусло крышками для того чтобы туда не летела но перемешаны обратите внимание емкости должны быть заполнены не больше чем на две трети если заполните боль больше будет подниматься шапка в процессе брожения и вашу крышку на фиг сорвет еще одно преимущество культурных дрожжей перед дикими дикими это скорость сбраживания дикие дрожжи сбраживали бы это вино в течение двух месяцев белорусские дрожжи справляются до полного прекращения брожения ориентировочно за 25-30 дней как повезет вот эти вот канадские дрожжи справляются реально за 10-12 дней и вино получается отменное заполняем гидрозатвор и один я уже заполнил 2 сейчас заполню заполняем спирто содержащий жидкостью почему спирто содержащий особенно это важно если вы используете вот эти вот крышки с гидрозатворами для трехлитровых банок на начальных этапах не столь важно какая будет жидкость тут более важно если гидрозатвор такой с крышечкой туда мошка не налетает если бы с крышечки и туда налить воды на следующее утро гидрозатвор будет полностью забит мошкой поэтому принципе лучше использовать гидрозатворы с крышечками спирто содержащая жидкость например водка или это у меня головы дистиллята отпугивает мошку и она не так летит на гидрозатвор помимо этого на конечных этапах брожения при резком перепаде температуры день ночь если где-то попало ну конечно все понимаем что надо стараться максимально в темном месте его сбраживать при температуре 20-25 градусов исключить попадание прямых солнечных лучей но бывает такое что комната или помещение очень солнечный день осенью сильно нагревается вино нагревается расширяется именно на конечной стадии брожения когда выделение углекислоты небольшое потом приходит ночь газы сужаются естественно охлаждаются и вино делает вдох втягивает вот такой вот гидрозатвор исключает вдох вина потому что он двухкамерный а если вот этот гидрозатвор на трехлитровую банку с крышечкой то из него вино вытягивает всю воду если там была обычная вода да еще и с мошкой наверное вам будет не очень приятно пить такое вино поэтому рекомендую гидрозатворы наливать либо водку либо головы там какой-то дистиллят в любом случае что-то спирто содержащие вот как бы по таким причинам теперь друзья оставляем вино до завтра завтра у нас будет процедура желание на надо сбить шапку следующим образом поднимаем крышку и вот видим здесь образовалась такая плотная шапка из мезги берем и тщательно ее перемешиваем такую же процедуру проводим три дня подряд если мы собираемся из мезги потом дело чачу если не собираемся дело чачу то можно оставить вино на мезге дней на 5 на 6 но я собираюсь делать чачу поэтому мне надо чтобы в мезге осталось еще какое-то количество сахаров чтобы не все выбрать дело то есть за три дня мезга полностью отдаст цвет вину и можно будет ее отжать мы продолжим в общем послезавтра я вот сейчас от позбиваю шапочку естественно лопатка которой вы это делаете должна быть чистая продезинфицированная чтобы никакую заразу не зависит я как я говорил прошло три дня я на вине перемешивал шапку она все равно упорно образовывается получается такая достаточно плотная теперь нам надо отсыдить так сказать мезгу отдельно а вино отдельно ну вот если вы не планируете готовить чачу на данной помощи пресса чтобы выжать из нее максимальное количество сока так как я из этой из этой мезги делаю чачу то пресс не буду использовать просто отфильтрую ее немножко руками отожму кстати большая рекомендация забыл на работы с вином и с вот этими вот выжимками одевайте перчатки потому что красится неимоверно и одевайте рабочую одежду потому что брызги от винограда они настолько едки если попадет на обычную одежду то уже ее фиг отстираешь для фильтрации я использую корпус от винного пресса то есть сам пресс не использую а в качестве фильтра использую обычный мешок который используют для картошки примеру единственное что этот мешок должен быть предварительно дезинфицирован я его проварил в кастрюле с кипятком и высушил друзья если вы захотите посмотреть видео как из этой мезги я делаю чачу она будет опубликована на канале алкофан ссылку я оставлю в описании этого не планируете делать чачу на мезге то используйте пресс чтобы как можно больше сока выдавить из мезги так как мне нужна мезга ну не выжатая если использовать пресс это в результате вот я знаю по опыту из этого пресса я достаю вот такую вот такую таблетку вот этого диаметра совершенно сухих выжимок я же хочу выжим выжимках оставить немного сока немного мякоти для того чтобы у меня получилась классная ароматная чача вот поэтому если делаем просто вино отжимаем все до последней капли вина если хотим делать чачу тогда вот так вот вручную я отожму так чтобы выжимки у меня остались сочные в результате отжима из 45 килограммов я получил 24 литра вина из 45 килограммов начального винограда если бы я отжимал прессом и у меня не было желания делать из отжима к чачу то получил бы все 30 литров но вот такой вот у меня план сегодня вот вино она сейчас бродит ничего с ним делать не надо после того как мы его отжали от винограда главное чтобы было все чисто закупориваем это дело ставим под гидрозатвор гидрозатвор наливаю как обычно спирто содержащую жидкость своем случае головы от предыдущего дистиллята и оставляем 10 дней вино на будет снять с осадка для снятия с осадка я использую вот такой вот автоматический сифон можно использовать обычную трубку бы сифона в чем суть операции какие-то твердые частицы какая-то мякоть вино еще все равно попали за 10 дней вино отбродит они асадаса осядут на дно емкости наша задача перелить вино в такую же емкость тоже с гидрозатвором чтобы туда не попали эти твердые частицы и после этого оставим его еще на 10 вы все сделали правильно не занесли никакие бактерии в процессе перелива у вас было чистое оборудование чистые руки и светлые мысли но это конечно шучу уже то через 20 дней мы получим прекрасное молодое вино после этого его надо будет бутылировать и отправить на выдержку но это будет тема для отдельного видео что же может произойти за эти 20 дней какие могут быть проблемы если мы используем нормальные культурные дрожжи но любые культурные дрожжи в принципе никаких проблем возникнуть не должно то есть брожение не должно остановиться она не должно протекать слишком бурно и в принципе ну у меня не было такого чтобы вино вот по такой технологии скисала когда я делал на диких дрожжах у меня были нюансы что вино скисала превращалась винный уксус именно из-за того что дикие дождь дрожжи слабо активные уже через три-четыре дня спиртуозность этого напитка достигнет 65 6 процентов алкоголя и уже в принципе априори никакая зараза там поселиться не сможет никакие уксусно-кислые молочнокислые другие бактерии поэтому должно быть все хорошо если у вас вдруг перестает работать гидрозатвор и останавливает соображение ищите проблему в самом герметичности самого гидрозатвора по моему опыту в девяносто девяти случаях из 100 проблема именно в герметичности гидрозатвора в том что вот используем банки с капроновыми крышками с негодным гидрозатворная температура для брожения от 19 до 25 градусов то есть желательно чтобы не было перепадов температур желательно чтобы на емкость не попадали прямые солнечные лучи то есть это может быть обычная комната любое помещение либо санузел где вам удобнее его хранить ну вот очень важно чтобы не было сильных перепадов температуры именно вот в этот в этом про на через 20 дней друзья я сниму следующее видео так сказать вторую часть я расскажу как стабилизировать вино то есть будем использовать бетонит если вы делаете параллельно со мной то сразу же заказывайте препарат бетонит в любом магазине для виноделов для в каких-то подобных интернет-магазинах он продажения стабилизируем вино разольем замеряем спиртуозность пройдем продегустируем его и разольем по бутылкам поставим на выдержку я расскажу какой оптимальный срок выдержки как можно выдерживать другу дубовых бочках но это в общем тема следующего видео а пока с вином мы закончили она у нас будет бродить то есть на этом рецепт фактически вина закончен дальше дело техники поэтому друзья надеюсь что видео было полезно ждите следующее видео с продолжением делайте вино вместе с нами с ларисой подписывайтесь на канал пальцы вверх ну и до встречи